The sixteenth lesson. Шестнадцатый урок. Where is the looking glass? Где зеркало? Новое слово looking glass. Зеркало. Как правило, настольное или какое-то небольшого размера зеркало, которое можно брать с собой. То есть, настенное, как правило, говорят mirror, а looking glass – это какое-то небольшое зеркало. Continued – продолжение. От глагола continue – продолжать, продолжаться. Continued – продолжение. It is evening – вечер. Новое слово evening – вечер. И, как слышим, в русском языке предложение звучит просто как одно слово. Безличное предложение, да, просто вечер. Или также мы можем сказать вечер, тихо, дождь. То есть, одно слово может приравниваться в русском языке целому предложению. В английском языке такого не бывает. То есть, обязательно должно быть подлежащее, сказуемое. Ну и, соответственно, дополнение. То есть, как бы дословно, то есть, это есть вечер. It is evening. Просто evening сказать нельзя. То есть, грамматически полная конструкция должна быть. Поэтому, ну, как бы так запомнить, что когда вы говорите про какую-то часть дня или про погоду, как правило, всегда такие предложения начинаются в английском языке вот с такого, значит, выражения it is. Соответственно, если будете говорить утро, it is morning, или холодно, it is cold. То есть, все вот такие безличные предложения в русском языке начинаются в английском с выражения it is. Вся семья сидит за столом. Новое слово. The whole переводится весь или целый, всегда с определенным артиклем the. The whole – весь, целый. The whole family – вся семья. То есть, вся семья целиком. At the table – за столом. At the table. Здесь именно не сид, не sits, а is sitting, потому что речь идет о времени, значит, которое называется настоящее продолженное или настоящее длительное. То есть, present continuous. Потому что действие происходит прямо в данный момент. То есть, не вообще в настоящей жизни людей, то есть, это какое-то событие, да, которое происходит с какой-то периодичностью, а прямо сейчас. То есть, это present continuous, настоящее продолженное, потому что оно длится прямо в момент речи. И образуется оно, я уже говорила в каком-то из уроков, по-моему, в десятом. То есть, to be в нужной форме, то есть, либо am, либо is, либо are, плюс смысловой глагол с инговым окончанием. Вот здесь мы видим is, и к глаголу sit добавили in. То есть, sitting, is sitting. Сидит прямо сейчас. Jimmy the carrot is also there, but he is not eating. Jimmy морковка тоже там, но он не ест. Also, тоже или также, is not eating, не ест. Опять, present continuous, настоящее продолженное, потому что речь идет не о том, что Джимми вообще в своей жизни не ест и питается святым воздухом, да, а не ест прямо в данный момент. То есть, возможно, поест позже или уже поел раньше, то есть, но в данный момент он не ест. He is not eating. Имейте в виду, прямо сейчас. He has a terrible stomach ache. У него ужасно болит живот. Или дословно, у него ужасная боль в желудке. Разберем. Значит, terrible – это ужасный. Terrible. А ache – слово – это боль. Ache. Stomach – это желудок. То есть, stomach ache значит желудочная боль. Ну, то есть, боль в желудке. Значит, to have a stomach ache – иметь боль в желудке. То есть, или когда, значит, у кого-то болит желудок, так скажем. То есть, соответственно, ache – боль может быть разная. Tooth ache – от слова tooth – зуб. Значит, зубная боль. Headache – головная боль. Backache – спинная боль. То есть, когда боль в спине. И так далее. Значит, he has a terrible stomach ache. У него ужасно болит живот. He ate too much sweets in the morning. Он съел слишком много сладостей утром. At – вторая форма. То есть, прошедшее время неправильного глагола eat – кушать. Eat, add, eaten. Все те же три формы неправильных глаголов из таблицы. Значит, которые, как я уже говорила, желательно начинать учить на первых порах. Чем раньше начнете, тем будет лучше. At – значит, съел. То есть, вторая форма – это всегда прошедшее время. He ate, он съел too much sweets. Слишком много сладостей. In the morning – утром. То есть, это тоже идет устойчивое выражение всегда с предлогом in. То есть, morning – понятно, это утро. А in the morning – это утром. Соответственно, здесь у нас в первом предложении встретилось слово evening – вечер. Значит, in the evening – будет вечером. In the morning – утром. In the evening – вечером. Why aren't you eating? Father asks. Почему ты не ешь? Спрашивает папа. Снова все тот же present continuous. Настоящее продолженное. Имейте в виду – прям сейчас. Why aren't you eating? То есть, не вообще почему ты не кушаешь, а почему ты не ешь сейчас. Ну, так как это вопрос, поэтому are, то есть глагол to be, ставится перед подлежащим. То есть, старые правила никто не отменял. Why aren't you eating? I won't, Джимми says. Не хочу, говорит Джимми. I'm not hungry. Я не голоден. Did you give him any sweets this morning, Mrs. Dale? Вы давали ему конфеты сегодня утром, Mrs. Dale? Mr. Dale asks angrily. Спрашивает сердито Mr. Dale. He looks straight into his wife's eyes. Он смотрит прямо в глаза своей жене. Вот здесь остановимся. Значит, look, понятное дело, это смотреть. To look into eyes – это смотреть в глаза. Ну, перед eyes обычно ставится в чьи глаза. To look into her eyes, например, смотреть ей в глаза. To look into my eyes – смотреть мне в глаза. В данном случае to look into his wife's eyes – смотреть в глаза его жены. Wife – это жена, да, вспоминаем. Но здесь еще добавляется слово straight. Straight переводится прямой или, как наречие, прямо. То есть, to look straight into one's eyes. Once – это чьи-то, в зависимости от того, о ком вы будете говорить. То есть, to look straight into one's eyes – смотреть кому-либо прямо в глаза. То есть, вы можете сказать, look straight into my eyes – смотри мне прямо в глаза. То есть, не отводи никуда взгляд. Или, например, I looked straight into his eyes – я смотрела ему прямо в глаза. То есть, как бы для усиления ставится, чтобы понять, что такой строгий прямой взгляд. Straight – прямо или прямой. Да, давала, говорит бедная миссис Дэйл. Но я давала ему совсем немного. That's why he cannot eat now, father says. Вот почему он сейчас не может есть, говорит папа. Новое выражение – that's why. Вот почему или поэтому. То есть, слово потому что у нас уже встречалось еще в первой части. Because – потому что. То есть, это когда вы называете причину, да, так скажем. А вот когда уже следствие называете, поэтому, это уже будет that's why. Так дословно и звучит. Вот почему. That's why. Eat your soup, carrot, mother says. Ешь свой суп, морковка, говорит мама. I can't, mother. I have a stomach ache. The little boy answers. Не могу, мама. У меня болит живот, отвечает маленький мальчик. You spoil the child, ma'am. Вы портите ребенка, ma'am. Так, значит, тут у нас встречается глагол spoil – баловать или портить. Spoil. То есть, портить, ну, если о каких-то вещах говорим. Или баловать, если о людях, в частности, о детях. Далее, выражение ma'am – это сокращенное от слова madame, madame. То есть, ma'am – обращение, как правило, к замужней женщине в Англии или Америке. Ma'am – это сокращенное от madame. Ma'am. Вообще не давай ему сладостей. He must eat soup, meat, fish and potatoes. Он должен кушать суп, мясо, рыбу и картошку. Soup – значит, суп, meat – мясо, fish – рыба, potatoes – картошка. Как собирательное существительное, то есть, когда про множество говорим. Значит, одна картофелина будет potato. Просто шесть букв. Potato – картошка, одна. But our boy is still so little, Mrs. Dale begins. Но наш мальчик все еще такой маленький, начинает Mrs. Dale. Слово still – все еще. Still. Still so little – все еще такой маленький. Nonsense, Mr. Dale answers. Чепуха, отвечает Mr. Dale. Nonsense. То есть, чушь, чепуха, ерунда. Ну, и в русском так и говорят иногда. Nonsense. То есть, собственно, это и есть. Nonsense. Jimmy is a strong, healthy boy, and he isn't little anymore. Jimmy – сильный, здоровый мальчик. И он уже не маленький. Strong – понятное дело, это сильный или крепкий, если про неодушевленные предметы. Healthy – здоровый. Ну, не в смысле огромный, а в смысле, когда со здоровьем у человека все хорошо. От слова health – здоровье. Значит, healthy – здоровый. Ну, или, допустим, если мы говорим здоровая пища. Healthy food. В данном случае healthy boy, то есть здоровый мальчик. Suddenly, Polly begins to whimper. Вдруг Polly начинает хныкать. Напоминаю, что suddenly – это вдруг, внезапно. А новый глагол whimper – хныкать. Whimper. То есть, H не произносится. Не whimper, а whimper. Whimper – хныкать. What's the matter with you, child? Mother asks. Что с тобой, дитя? Спрашивает мама. Такое стандартное как бы выражение. Вопрос часто встречается. What's the matter with you? То есть, дословно, в чем дело, что с тобой случилось? What's the matter with you? То есть, часто встречается. И вы можете у кого-то так спросить. И у вас могут спросить. То есть, в чем дело? Что с тобой именно? То есть, если просто what's the matter – это в чем дело? А именно, что приключилось именно конкретно с кем-то, значит, говорят, да? What's the matter with you? Что с тобой? Спрашивает мама. There is a fish bone between my teeth. Напоминаю, что there is the raw. Переводим с конца. То есть, сначала где? Значит, between my teeth. Между зубов находится рыбная кость. То есть, between – предлог между, но именно когда не среди, а когда именно между каких-то двух предметов. Находится что-то или кто-то. То есть, between – между. То есть, between – между. Teeth – зубы. Значит, between my teeth – между зубов. Fish – рыба, bone – кость. То есть, a fish bone – рыбная кость. У меня между зубов застряла, ну или просто находится рыбная кость. It is hurting me, poor Polly says. Она причиняет мне боль, говорит бедная Polly. То есть, глагол hurt – это ушибить, обидеть, причинить боль. Hurt. It is hurting me. Она причиняет мне боль. Опять-таки, в данный момент. Вот сейчас, пока она находится between my teeth. Then, pick it out, you crybaby, father says. Ну так достань ее, плакса, говорит папа. То есть, глагол pick out – выковыривать, доставать. То есть, pick it out, достань ее. Crybaby уже встречалась, плакса. То есть, плакать. И ребенок, ребенок, который плачет. Crybaby – плакса. I don't see where the fish bone is, Polly answers. Я не вижу, где рыбная кость, отвечает Polly. Well, take the looking glass, dear, and pick it out. Ну, возьми зеркало, дорогая, и достань ее. Mrs. Dale says and raises her head, говорит миссис Дэл и поднимает голову. Oh, where is the looking glass, children? She cries in surprise. О, а где же зеркало, дети? Кричит она удивленно. I don't know, Polly says. Не знаю, говорит Polly. I don't know either, Jimmy says. Я тоже не знаю, говорит Джимми. Еще раз вернемся к слову either, или как американцы говорят, either. Так тоже правильно, то есть, и то, и другое имеет место быть. Either или either. Переводится тоже, я об этом уже говорила тоже в одном из уроков, но именно только в отрицательных предложениях. То есть, I don't know to сказать нельзя, это будет ошибочно. Поэтому говорим I don't know either, то есть, в отрицательных предложениях, также в конце, но вместо to ставим either, или either. Затем папа кладет свою ложку и поворачивается к детям. Глагол turn – поворачиваться или вращаться. Turn – turns to the children – поворачивается к детям. Which of you two is lying? He asks. Кто из вас двоих лжет? Спрашивает он. Which – переводится который, или выражение which of you, то есть, дословно, который из вас, то есть, кто из вас? Which of you? То есть, просто кто – это who. А когда кто из вас, не говорят who of you, говорят именно which of you, дословно, который из вас двоих, да? Which of you two – кто из вас двоих is lying, лжет? Глагол lie – лгать, врать. Значит, так как он спрашивает именно в данный момент, кто лжет, поэтому опять frozen continuous – настоящее продолженное время. Is lying – врет, прямо сейчас имеется в виду. Не вообще, а вот по конкретной ситуации. Oh, daddy, I never tell lies. Holy Christ. Ой, папа, я никогда не лгу, я никогда не вру, кричит Полли. To tell lies – дословно, говорить неправду, говорить ложь. Просто слово lies – это ложь, ну, во множественном числе, в единственном. Одна ложь – это lie. Значит, tell lies – говорить ложь, то есть, врать, лгать. I never tell lies, Jimmy says. Я никогда не лгу, говорит Джимми. Okay, Mr. Dale says. Ладно, говорит Mr. Dale. We shall see which of you is telling a lie now. Мы увидим, кто из вас сейчас лжет. When Mr. Dale is very angry or very pleased, he always says okay instead of alright, as if he were an American. Когда Mr. Dale очень зол или очень доволен, он всегда говорит ладно вместо хорошо, как будто бы он американец. Значит, ну, окей, понятно, это сейчас стандартно встречается, значит, в повседневной речи, да, окей, то есть, ладно или хорошо. Новое выражение вот instead of переводится вместо, вместо кого-то или вместо чего-то. Instead of, например, instead of me, вместо меня, instead of you, вместо тебя, instead of that book, вместо той книги, ну и так далее. Alright – это, в принципе, по смыслу то же самое, что и okay. Alright – ладно, хорошо. И вот еще одно новое выражение as if he were, как будто бы он. То есть, as if переводится как будто бы. As if he were – дословно, как будто бы он был, но это, то есть, для грамматической конструкции, и здесь используется прошедшее время. То есть, дословно, если бы он был, но так как он таковым не является, то есть, просто сравнивают. Как будто бы. То есть, как в качестве воображения, так скажем, да. Как будто бы. As if he were – как будто бы он американец. Значит, он всегда говорит okay вместо ладно, хорошо, как будто бы он американец. Ну и в скобочках to be continued. Уже встречалось. Продолжение следует. To be continued. To be continued.